Следующие выходные будут насыщенными на события. Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения, начнутся 26 июля. В пятницу возле кинотеатра «Беларусь» во всей красе засияет и даже заиграет уникальный фонтан. В субботу 27 июня в Брестской крепости состоится возложение цветов к вечному огню и встреча ветеранов «Солдатский привал». Здесь будут звучать известные произведения прошлых лет. Кульминацией первого дня празднования станет «Экватор-фест». Кроме «Опен-эйра» – концерта на свежем воздухе – будут работать различные интерактивные площадки. Фестиваль семейный. Начнется он в районе магазина «Экватор». Будет перекрыто несколько улиц. Пожалуйста, обратите внимание на сайт горосполкома и узнаете заранее, какие улицы будут перекрыты. Так вот, этот праздник будет считать в себе и детский праздник, и спортивный праздник, и праздник для женщин, и праздник для мужчин, и, конечно, для молодежи. 28 июля обещают быть по-настоящему ярким и насыщенным. Традиционно утром состоится возложение цветов на площади Свободы. А с 14.00 над Брестским Арбатом будут витать звуки и мелодии. На площадке для музыкантов будет ждать своих зрителей концерт творческих коллективов и исполнителей «Поющий Брест». Ценителям искусства также предлагается прогуляться к площади Ленина. Там стартует музыкальный проект от столичных исполнителей классика «Уратуши». 17 вальсов Штрауса мы услышим в этот вечер. Вы знаете, на самом деле, тоже минчане готовят нам сюрприз. Это будет около 30 различных солистов из Минска, которые будут вот нам исполнять эти вальсы. Но, пожалуй, самыми яркими событиями в культурной жизни Бреста станут Берестейский бал, концерт итальянского гитариста-виртуоза Тома Синатра и ночной концерт «Вечерняя симфония Тысячелетия». Мы очень давно готовим. Во-вторых, это такой интернациональный будет концерт в том плане, что главный режиссер-постановщик Петр Татарийский живет в Москве. Значит, главный дирижер и музыкальный руководитель Александр Сосновский живет в Минске. Ну и вот я живу здесь, и вот мы вместе делаем этот концерт. Концерт очень интересный. Готовим мы его с января. В рамках одного сюжета обо всех культурных мероприятиях рассказать невозможно. Брещан еще ожидает масса встреч. Фестиваль, конкурс краски Бреста, выставка цветочных инсталляций, концерт группы «Спасение». Словом, каждый год культурная программа меняется. Менять свой облик и виновник торжества. Благоустраиваются территории, озеленяются парки отдыха, реконструируются старые объекты и водятся в строй новые. Все это делается на благо жителей, а они, в свою очередь, принимают активное участие в жизни Бреста, ждут предстоящих мероприятий, не переставая делать родному городу комплименты. В Бресте мне нравится больше всего то, что старина с новым. И это очень радует. И просто когда радостно выходишь на улицу и все это видишь, сердце поет. Только удачи, счастья городу и горожанам. А что еще можно пожелать? Вроде все в порядке, привели. Часть традиций, истории сохраняются в данном городе. Город, где родились, любишь просто, вопреки всему, ни за что. Виктория Нечаева, Екатерина Пушкарева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктовая». Субтитры создавал DimaTorzok